Я когда жил в Индии, я там работал в одном месте, это называется госпис. То есть госпис это место, где люди приезжают иставляют тело. Там был необычный госпис, это был госпис, принадлежал одному храму религиозному. И туда приезжали люди, которые всю жизнь занимались духовной практикой, но заболели неизначимой болезнью. Я просто ухаживал за этими людьми, изучал древнюю вот эту науку, аэрведу. Я изучал мистическую медицину, вот эту вот, как толтое тело видеть и так далее. И я получил необыкновенный опыт отношений с людьми, которые оставляли тело с улыбкой на лице. Вы даже представиться не можете, как это удивительно видеть. Как удивительно видеть, когда человек с молитвой оставляет тело. Когда оставляет тело, у него остается улыбка, печать вот этой вот чистоты и святости. Я вам расскажу несколько таких эпизодов. В одном случае человек болел раком, у него были проблемы с печенью. И за ним ухаживала жена, он находился в святом месте. И он попросил свою жену дать ей мобильный телефон, хотя он не звонил. Его жена отдала ему телефон, он взял, как бы, трубку и говорит, да, я слышу, я понял, спасибо. И положил трубку. У нас просто с кем-то разговаривал. Он говорит, я разговаривал со своим духовным учителем, а его духовный учитель уже ушел из жизни. Я нападал, у него, наверное, галлюцинации, что ли, какие-то. И он говорит, не думай плохо обо мне. Он сказал мне, что я должен готовиться. Очень скоро я приду к нему. На следующий день он уже начал готовиться в этот день и начал молиться. Он постоянно молился, молился, молился. И на следующий день он говорит жене, посмотри, посмотри вокруг, какая благодать. Она говорит, какая благодать. Ну, посмотри, посмотри, выгляди в окно, какая благодать вокруг. Ты что, не видишь то, что я вижу? И она говорит, нет, я не вижу. И она пошла в окно смотреть, смотрит в окно, поворачивается к нему, а у него вот такие за глаза расстывшие состояние глубокой радости. И он в этот момент оставит его. Понимаете? Такое бывает, но и хорошее. И причина такой жизни – это правильный настрой. Люди даже оставлять тело могут в радости, не то что жить.